Ножи, топры, сабли и мечи. На выставке клинок традиции современности в Сокольниках словно соединились разные эпохи и культуры. Здесь, рядом с французской шпагой, можно увидеть японскую катану, а двуручные мечи крестоносцев соседствуют с современными тактическими ножами. Часть из них – реплики исторического вооружения, но можно было встретить и настоящие работы оружейников прошлого. Впрочем, мастера уделили большое внимание деталям, и декоративные сабли зачастую было невозможно отличить от музейных экспонатов. А туристические ножи не только выдерживали суровую нагрузку, но и были выполнены в лаконичном дизайне. Самое главное, чтобы он удобно лежал в руке, чтобы не был слишком тяжелый, потому что тяжелые ножи, от них быстро устает рука. Но в то же время он должен быть прочным, гибким, не ломаться, и желательно, конечно, чтобы сталь была нержавеющая. В этом плане из стали 65Х13 ножи очень хорошо уходят, то есть их берут покупатели, поэтому мы в основном ими занимаемся. Участниками выставки стали как частные мастера, так и крупные компании, такие как Сибирский Булат, Арт Найфс и Ножиков. Также можно было купить специальную литературу, оружейные заготовки и тематические сувениры. Запланировали организаторы и развлекательную программу. Например, вы знали, что форма, характер и материал ножа играют важную роль в приготовлении блюд? В рамках своего кулинарного шоу шеф-повар Юрий Шутаев рассказал и показал, как правильно выбрать ножи и нарезать продукты. А как нарезать на лоскуты супостаток продемонстрировали в постановочных боях участники клуба исторического фехтования «Клинок и Лоза». Здесь в ход шли сабли, шпаги и двуручные мечи. Завершил третий день выставки конкурс по профессиональному резу каната. Посетители проверяли свои ножи на остроту и стремились как можно быстрее нарезать канат, поставив новый рекорд времени. Снова услышать звон клинков и увидеть блеск металла москвичи смогут уже в начале апреля. Следующая выставка обещает быть такой же масштабной, разнообразной и острой.